добрый день гости и подписчики моего канала если ваша машинка троит плавают обороты или постоянно выше нормальных 800 880 оборотов в минуту если на ходу машина глохнет то скорее всего есть причина в датчике дмрв его нужно менять а может не менять ведь новый стоит довольно дорого у меня есть решение ну а перед тем как я продолжу поставьте лайк друзья подпишитесь на канал и включите оповещание о новых видео вам это не трудно меня это мотивирует на создание новых видео сегодня я хочу вам рассказать и показать как самому сделать вечный датчик дмрв самому в домашних условиях для автомобилей инжекторных пятерки семерки и перестать выкидывать по 55-65 баксов за новые датчики которые к тому же сейчас сомнительного качества на данной машине установлен дмрв фирмы сименс но данная процедура также подойдет для автомобилей у которых установлен дмрв bosch для этого мне понадобится ноутбук или компьютер с установленной на нем программой open diac кабель вак ккл или другой диагностический сканер хотя это условие необязательное а также потенциометр или в народе перемещение резистор на 2 килоом если у вас нет ни компьютера не ноутбука хотя как вы сейчас смотрите данное видео когда у вас должен быть тестер или в простонародье цешка так друзья я открыл капот обесточил машину и уже установил потенциометр сейчас я вам покажу как он выглядит вот ваш датчик дмрв он идет вот воздушный фильтр он сразу идет за воздушным фильтром вот разъем которые подключаются дмрв сейчас покажу название дмрв думаю видно сименс так покажу вам потенциометр как он выглядит вот так выглядит потенциометр в разрыв желтого провода вот желтый провод который отходит от колодки к был он сигнальный то то есть я его разрезал и впаял потенциометр к средней ножке припаял желтый сигнальный провод который идет к колодке дмрв а другой конец желтого проводка который идет к был припаял крайней правой ножке потенциометра сигнальный провод на колодке дмрв у меня под номером 3 желтого цвета после того как установил потенциометр в разрыв сигнального провода устанавливаю колодку дмрв в разъем дмрв и подключаю аккумуляторную батарею так сейчас я нахожусь в салоне машины после того как я впаял в разрыв сигнального провода желтого цвета потенциометра я должен проверить с помощью диагностики автомобильной какие значения видит ЭБУ для этого в диагностический разъем OBD2 подключаю диагностический шнур у меня в данном случае это ВАК ККЛ а другой конец кабеля подключаю к разъему USB 2.0 ноутбука далее на ноутбуке открываю установленную программу Open Diag выбираю адаптер Colline включаю зажигание в машине далее на ноутбуке выбираю вкладку выбор блока эта кнопка F2 и выбираю свой блок ЭБУ у меня Bosch 797 открывается такое окошко и появились параметры в данном окошке это говорит о том что соединение с ЭБУ установлено далее мне интересует параметр во вкладке кода АЦП это датчик массового расхода воздуха он сейчас от 0,049 мы видим до 0,054 вольта нормальными считаются значения от 0,04 до 0,06 вольта у меня значение сейчас средние это говорит о том что параметры которые идут на ЭБУ верные и регулировку потенциометра мне делать не нужно то есть крутить накручивать и вольтаж мне не нужно если у вас параметры не в заданных пределах то есть не 0,04 до 0,06 то вам нужно потенциометр покрутить в ту или иную другую сторону чтобы получилось среднее значение как у меня сейчас у меня среднее значение берем 0,05 если у вас нет диагностического оборудования то можно воспользоваться обычной цешкой или мультиметром переводите мультиметр в режим измерения постоянного тока в диапазоне измерения до 20 вольт одним щупом вы должны касаться массы датчика ДМРВ а другим крайне правой ножки потенциометра от которой отходит желтый провод ЭБУ на машину значения у вас также должны быть в пределах от 0,04 до 0,06 вольта если значения другие то вращением крутилки потенциометра добивайтесь нужных значений в кабеле таком салатовом под номером пять под номером пять это слева вот я вставил иголку это масса данного датчика массу берите только отсюда с этого разъема ни с кузова ни откуда еще либо масса берется только с данного разъема устанавливаю колодку ДМРВ на место после чего включаю зажигание автомобиля и приступаю к измерениям мультиметром как дальше проводите измерения я рассказал ранее думаю вы справитесь подытожим есть два варианта проверки правильности установки потенциометра и правильных значений регулировка правильных значений первое это проверка значений с помощью диагностики автомобиля то есть мы подключаемся с помощью компьютера и смотрим параметры которые идут на ЭБУ и регулируем если эти параметры выше или ниже положенных повторюсь что положенные параметры это от 0,04 вольт до 0,06 вольт для ДМРВ Сименс второй вариант это проверка с помощью мультиметра Думаю это видео было вам полезно на этом друзья все ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно жмите колокольчик комментируйте делитесь с друзьями всех благ удачи вам так что надо подключаться подключимся в подключаться с у в в в Продолжение следует...